Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. И герой нашего сегодняшнего выпуска это Mazda 6 в кузове GJ 2016 года. Новое третье поколение шестой Mazda было представлено компанией в конце 2012 года. Автомобиль на российский рынок имел два варианта моторов с приставкой Skyactiv. Об этом мы немножко позже поговорим, что-то собой представляет. Моторы были бензиновые, двухлитровые, двухсполовинолитровые. Коробки передач либо шестиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат. Классический, гидромеханический. Выбор шестерок на вторичном рынке достаточно большой. И кто прежде всего будет обращать внимание на данный автомобиль, это человек, который хочет большой комфортабельный седан с нормальной мощностью двигателя, но при этом по какой-то причине не рассматривает к покупке Toyota Camry, либо Nissan Tiana, либо кого-то из конкурентов. Вот о том, с чем можно столкнуться при покупке и последующей эксплуатации Mazda 6 третьей генерации, мы с вами сегодня и поговорим. Традиционно в начале обзора пару слов надо сказать о кузове автомобиля и качестве красочного покрытия. У шестерок третьего поколения с этим никаких проблем нет. Машины еще достаточно свежие, коррозия на этих машинах встречается также очень и очень нечасто. Из основных проблем по кузову, с которыми сталкиваются практически все владельцы шестых маст, в основном к пробегу ближе к 100 тысячам километров, это поломка механизма складывания зеркал, где просто срезает зубья на шестернях механизм пластиковый. Соответственно, его можно либо заменить на новый у дилера, который точно так же сломается через какое-то время, либо искать какие-либо неоригинальные варианты его ремонта. Поговаривают, что братья из Поднебесной уже наладили выпуск металлических ремкомплектов, после установки которых про проблему со складыванием зеркал вы забудете очень надолго. Второй некритичный, но неприятный момент касаемо кузова связан с задними фонарями. Фонари на шестерках частенько запотевают, также достаточно большое количество людей с этим сталкиваются, ищут какие-либо решения проблемы, но опять же, данный недостаток на эксплуатацию автомобиля по большому счету никак не влияет. Лакокрасочное покрытие на шестерке достаточно прочное, основательное, как уже было сказано, коррозия проявляется крайне и крайне нечасто. Единственное, что дорожного просвета величиной 165 мм, весьма и весьма немаленького по меркам бизнес-седанов, некоторым владельцам шестерок, похоже, не хватает. Поломанная нижняя губа переднего бампера на данных автомобилях не редкость. Теперь поговорим о двигателях, которые устанавливались под капот шестой Мазды третьего поколения. Двигателей здесь могло быть два варианта, либо двухлитровый, либо два с половиной литровый. Первый имел мощность 150 лошадиных сил, второй, как в нашем случае, 192 лошадиные силы. Двигатель этот носит индекс PYVPS или PY, как его еще называют. Что же представляет собой данный мотор? По конфигурации это рядная четверка, здесь алюминиевый блок цилиндров, здесь также алюминиевая головка блока цилиндров, здесь компания Мазда применила облегченную поршневую группу. На данном двигателе используется система непосредственного впрыска топлива. Соответственно, у нас с вами имеется топливный насос высокого давления, форсунки высокого давления, что, в свою очередь, обуславливает очень высокое требование данного мотора к качеству используемого в нем топлива. Также вы не поставите на этот двигатель абы какие свечи, чтобы он только работал. Кстати, регламент замены свечей на хорошем качественном бензине порядка 75 тысяч километров. Далее, из особенностей по данному мотору, здесь не нужно регулировать зазоры клапанов, применен механизм гидрокомпенсаторов. Здесь, на данном двигателе, мы имеем на обоих распредвалах, соответственно, фазорегуляторы, причем на одном из них он гидравлический, а на втором электрический. Соответственно, что еще можно сказать по особенностям эксплуатации? На данном моторе мы с вами имеем два ремня привода навесных агрегатов. Это один из ремней у нас идет с вами на помпу, один на компрессор кондиционера и на генератор. Насоса гидроусилителя руля здесь нет, рейка здесь электрическая. Что касается привода ГРМ, на данном двигателе компания Мазда применяет цепь. Цепь эта крайне ресурсная, выхаживает она порядка 150 тысяч километров, но были зарегистрированы случаи, когда цепочка на этом моторе пробежала свыше 300 тысяч километров пробега и еще прекрасно функционировала. Кстати, забегая вперед, двигатель у Мазды, несмотря на свою высокую удельную мощность, несмотря на высочайшую степень сжатия, в данном моторе она составляет 14 к 1. Это очень и очень много. На обычных моторах это порядка 10, 10-12 максимум, здесь 14. Также интересной особенностью данного мотора является то, что выпуск здесь сделан по схеме паук, так называемый, гоночный 4-2-1, что, опять же, позволяет оптимизировать характеристики данного мотора. Мотор у компании Мазда в данном случае получился очень интересным. С точки зрения сочетания своих показателей экономичности на 2,5 литра на 100 километров в городском цикле вы здесь будете расходовать не более чем 10-11 литров, а, возможно, даже меньше. Так и с точки зрения мощностных характеристик. Данные двигатели, что 2, что 2,5 литра, крайне тяговиты. Крутящий момент на данном моторе составляет 256 ньютон-метров. Это достаточно много. То есть, ранее таких показателей можно было добиваться на моторах существенно большего рабочего объема. Также не обошли стороной и экологическую составляющую. Данные моторы отвечают требованиям стандарта Евро-6. Как это часто бывает, новые технологии, применяемые в двигателях, по мнению общественности, как правило, приводят к тому, что двигатели становятся одноразовыми, теряют ресурсы и так далее. Но, как показала практика, при должном уходе, а должный уход здесь подразумевает использование бензина не ниже, чем 95-го, лучше 98-го или, если позволяет, возможность даже 100-го, и регулярные замены качественного масла. Изначально 0,20, но допускается заливать в данный двигатель и масло вязкостью 5,30. Интервал замены масла порядка 7,5 тысяч километров. Это самый край. Данные моторы способны выходить за 350 тысяч километров пробега. Это уже из сложившейся практики эксплуатации данных автомобилей. Хотя изначально ресурс данной силовой установки, заявленный самим производителем, это 300 тысяч километров пробега. Стоит ли в данном случае бояться новаторских решений при выборе автомобиля? Мое мнение, нет. Единственное исключение, если та местность, где вы планируете эксплуатировать автомобиль, не изобилует хорошим топливом, то в таком случае, конечно, лучше посмотреть какой-то другой, более привычный к нашим суровым реалиям вариант, поскольку одной заправки суррогатным бензином для данного двигателя может быть достаточно для того, чтобы в последующем просто выкинуть его на помойку. Теперь, что касается каких-либо характерных болячек, моментов, которые с этим мотором связаны, в том, что касается масляных подтеков. По большому счету, данные двигатели не страдают какими бы то ни было хроническими болезнями. Иногда встречается запотевание гидравлического фазорегулятора. Также, конечно, бывает, подтекают, но не часто прокладки клапанных крышек на данных моторах. Как было упомянуто, здесь два приводных ремня, за состоянием которых нужно следить, чтобы не встать где-нибудь с оборвавшимся ремнем генератора, например. Ну и по большому счету, все на этом. То есть, периодическое обслуживание мотор будет ходить. Также, при осмотре на подъемнике, обратите внимание на то, чтобы у вас не бежал ручьем коренной сальник, чтобы не было подтеков каких бы то ни было по поддону. К особенностям работы данных двигателей можно также отнести несколько повышенный шум и вибрацию при запуске на холодную. Когда двигатель еще у вас не прогрелся, вы заводите автомобиль, он работает на высоких оборотах, вам может показаться, что двигатель излишне шумит. Как только обороты будут сброшены с прогревочных на рабочие, шумовой фон по двигателю придет в норму. Это особенность мотора, не патология, никаких вмешательств с вашей стороны это не требует. Теперь по коробкам передач на данных автомобилях. Здесь говорить особо не о чем. Коробка могла быть либо механическая, такие ставились только на версии с двухлитровым мотором. И все случаи поломки механической коробки связаны с тем, что человек просто не умел ее правильно эксплуатировать. Это либо включение передачи с ненажатым сцеплением, либо переключение передачи с частичным выжимом сцепления и так далее. То есть, когда выходит из строя синхронизатора. По автоматическим коробкам передач здесь стоит классический шестиступенчатый автомат. Коробка крайне надежная, вопросов по ее ресурсу нет. Выхаживает она весь срок службы двигателя. Как уже было упомянуто, он может достигать 300 и больше тысяч километров пробега. Единственный дефект, связанный с коробками передач на данных автомобилях, причем что на 6-й, что на CX-5, связан не с самими КПП, а с ручкой выбора режимов, то есть с селектором коробки. Проблема там кроется в концевике, отвечающем за распознавание автомобилем положения паркинг на селекторе. Соответственно, концевик этот выполнен из пластика и имеет резиновый наконечник. Вот этот наконечник, он со временем изнашивается, соответственно, когда вы ставите рычаг в положение паркинг, концевик не дожимается и автомобиль не видит, что вы поставили его на парковку. Соответственно, вы не можете закрыть автомобиль, у вас продолжает работать аудиосистема и так далее. По этой проблеме официальный дилер предлагал менять селектор в сборе, но делать это совершенно не нужно. Есть более бюджетный, если не сказать бесплатный способ ремонта этого самого концевика. Достаточно просто уплотнить этот самый резиновый наконечник. То есть там достаточно несложно все это разбирается, и даже человек, не имеющий большого опыта, в состоянии с этой проблемой разобраться совершенно без денежных затрат и в достаточно короткое время. Если пробег вашего автомобиля приближается к 100 тысячам километров, рекомендую данной проблемой озаботиться заранее. Итак, переходим к разговорам о подвеске Mazda 6. Что здесь можно сказать? Подвеска на самом деле по меркам легковых седанов на Mazda достаточно крепкая, проблем каких-то она не доставляет. По передней стороне у нас применена подвеска типа MacPherson. В данном случае самым слабым звеном в данной всей системе у нас будут стойки и втулки переднего стабилизатора, ресурс которых порядка 60 тысяч километров, далее могут потребовать замены. По остальному рычаги передние, соответственно, сайлентблоки передних рычагов выхаживают около 150 тысяч километров до того, как потребуют замены, заявив о себе постукиванием. Шаровые опоры в данном случае официально меняются только в сборе с рычагами, но, тем не менее, можно попробовать купить неоригинальную шаровую опору, выпрессовать, поставить и кататься дальше. Срок службы шаровых опор, так же, как и рычагов, примерно около 130-150 тысяч километров пробега. Рулевая рейка на шестерке третьего поколения более непроблемный узел. Ходит она достойно, долго. Также предвестником грядущих проблем, как правило, является драный пыльник рейки, через который, соответственно, внутрь попадает грязь, влага, и в таком случае, конечно, рейка у вас достаточно быстро выйдет из строя, застучит и запросится в переборку. Так что при покупке автомобиля обратите внимание, чтобы пыльники на рулевой рейке у вас были неорваные. Ну и впоследствии при эксплуатации автомобиля, при любой возможности, когда он оказывается у вас на подъемнике, например, при замене масла регулярной, проверяйте состояние этих самых пыльников. Это для рейки в данном случае очень-очень критичный момент. Что касается амортизаторов, то в данном случае, как показывает практика, ресурсы их не особо-то предсказуем. На некоторых автомобилях амортизаторы текли и стучали уже к пробегу 80 тысяч километров, на некоторых выхаживали до 200. Видимо, в данном случае все очень и очень сильно зависит от условий эксплуатации машины, ну, либо таково было изначально качество комплектующих, которые поставлялись на конвейер. В среднем 100-120 тысяч километров амортизаторы до замены способны выходить. Что касается задней подвески шестерки, в данном случае у нас многорычажная схема, которая и обеспечивает данному автомобилю очень и очень хорошие показатели управляемости. Оборотная сторона, большое количество сайлентблоков, но ресурс этих сайлентблоков, в принципе, обнадеживает. Порядка 250 тысяч километров элементы задней подвески способны выходить. Единственным раздражающим элементом, который может вызвать головную боль по задней подвеске, являются на шестерках развальные болты. Они имеют свойство ржаветь, закисать, и если периодически профилактически их не крутить и не смазывать, то рано или поздно при ремонте их придется все-таки познакомить с болгаркой. К плюсам шестерки, как это видно при осмотре снизу, также можно отнести очень неплохую по меркам легкового автомобиля компоновку. В данном случае мы имеем плоское днище, закрытое большим количеством пластиковых защит, поджатый под корпус выпускной тракт, который также вы нигде не оставите при проезде неровностей. И, в общем-то, заявленного дорожного просвета 165 миллиметров для шестерки хватит с избытком. То есть, если вы будете эксплуатировать данный автомобиль в режиме городского седана, то, в принципе, у вас не будет каких-либо проблем ни при парковке во дворе, ни при попытке проехать на нем на дачу. Итак, какие выводы можно подвести под все вышеизложенное? Чего же у нас все-таки больше, плюсов или минусов? Если мы абстрагируемся от таких вещей, как дизайн, удобство интерьера, отточенная управляемость, что мы имеем в сухом остатке в плюсе? Это очень крепкая ходовая часть, в данном случае рулевая рейка, которая практически не доставляет проблем, надежная электроника в целом, также кузов, который очень хорошо сопротивляется коррозии, и хорошие динамические характеристики при очень скромном топливном аппетите. Версия с мотором 2,5 литра проделывает спринт 0,100 км в час за 7,8 секунды, а расходует в городском цикле порядка 10-11 литров топлива на 100 км пробега. Что касается надежности силовых установок, то здесь инженерам Мазда удалось, казалось бы, невозможное. При том, что данные двигатели крайне технологичны, современные и отвечают всем жестким экологическим требованиям, данные моторы получились у компании действительно очень и очень ресурсными. Практический потолок пробега при должном аккуратном обслуживании у данных двигателей превышает 300 тысяч километров, а это по нынешним меркам очень и очень много. Так что, если вам Мазда 6 нравится внешне, вам этот автомобиль удобен, и вы рассматриваете его как альтернативу, допустим, той же Toyota Camry или Nissan Tiana, но при этом опасаетесь чего-то со стороны навороченных современных движков, не нужно опасаться, вы можете смело данный автомобиль брать. Единственное, ответственно подойдите к выбору вашего экземпляра, в обязательном порядке проверьте автомобиль на юридическую чистоту, и при выборе машины обращайте особое внимание на кузов. Мазда 6-ка третьей генерации, так же, как и предыдущие две, была крайне популярна у молодого потребителя, соответственно, на рынке очень большая доля автомобилей, которые так или иначе побывали в ДТП. Ну, вот и все на сегодня. Если этот обзор был вам чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Всего вам доброго, удачного вам дня, до свидания!